Здравствуйте! В эфире передача НЭП, где мы рассказываем об интересном в экономике и политике. С вами я, ее ведущий Игорь Ганин. И сегодня в программе. Наш авиапром явно идет вниз, 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 как Алиса в кроличью нору. Летать нам на американских Боингах, не верите? Покажем. У нас все секрет, но ничего не тайна. Ведущие российские предприятия, как в советские времена, могут стать закрытыми. Как так? Расскажем. Свободное место для парковки всегда на другой стороне улицы. Пермский аэропорт повернется лицом к автолюбителям. Отчего? Поясним. Перед тем, как издать указ, президент Люксембурга спрашивает лично каждого. В России это невозможно, но с указами президента ознакомятся все. Почему? Разъясним. Да здравствует российский авиапром. Пока наша промышленность пытается родить самолет МС-21, авиакомпании массово закупают американские Боинги. Авиакомпания «ЮТЕЙР» заказала 30 самолетов нового поколения Боинг 737, сообщил Интерфакс. Ранее руководство «ЮТЕЙР» заявило, что стратегия компании до 2025 года предполагает полное обновление авиапарка, начиная с 2019 года. Каждый год она планирует приобретать по 5 новых машин. Правда, сейчас ее авиапарк включает 65 самолетов, из которых 32 единицы Боинг 737 500, вместимостью 126 пассажиров. По-видимому, именно их и планируется заменить. По данным корпорации «Боинг», цены в семействе «Макс» находятся в диапазоне от 96 миллионов до 130 миллионов долларов. Таким образом, стоимость сделки можно оценить в сумму порядка 3,5 миллиардов долларов. Не опасно ли заказывать самолеты у производителей из США, учитывая риск санкций? Эксперты говорят, что Боинг — это международная корпорация, бизнес которой будет довольно сложно подчинить санкционному режиму. Более того, это крупный заказ, который впоследствии сработает на благо самой американской экономики. Чинить здесь запреты все равно, что отпилить хороший сук, на котором сидишь. Другое дело, как быть с отечественным авиапромом? А никак. Единственным конкурентом «Боинга» последнего поколения является обновленная «Робус А-320» европейского производства. Производство отечественного самолета «МС-21» начнется только в 2020 году, по самым оптимистичным оценкам. Причем с американскими двигателями. Правда, у российского авиапрома есть самолет, сравнимый с «Боинг-737». Это семейство среднемагистральных Ту-204-214. Но этот самолет по различным причинам не пошел в действительно массовое производство. Он дорог в производстве и почти не имеет никакого сервиса. Авиакомпании же стремятся возить пассажиров на максимально отработанных, при этом новых самолетах одного из крупнейших в мире производителей. А пассажирам главное не то, где сделан самолет, а чтобы он быстро и безопасно долетел до пункта назначения. Как и во времена СССР, поставки российских предприятий и их экономическое положение могут стать закрытой информацией, чтобы не подвергать их опасности санкций. Право не раскрывать информацию может получить российский бизнес, если будут приняты подготовленные Минэкономразвития законодательные поправки. Смысл их состоит в том, чтобы страны, вводящие санкции против России, не могли использовать публичную информацию для выявления лиц, совершающих сделки с российскими компаниями из санкционных списков. В результате уже была закрыта информация о поставщиках этих предприятий и крупных сделках. Это произошло в результате шагов, предпринятых правительством еще осенью в отношении, в частности, предприятий ВПК. На этот раз решено внедрить новый режим защиты информации на уровне законодательства. Правда, тут может возникнуть вопрос, насколько вообще это справедливо, что одним компаниям могут позволить скрывать данные о себе, а другим нет. Юристы уверены, что никакой несправедливости тут нет. Данные поправки в законы нацелены только на защиту со стороны государства компаний, которые с государством прежде всего и работают. Санкции Запада нацелены на ослабление экономики государства. Бизнес сам делает выбор для себя. Работать с санкционными компаниями и получать преференции. Или оставаться в стороне и действовать на общих основаниях. Однако, если этот самый бизнес захочет привлечь деньги с рынка или участвовать в открытом конкурсе, информацию о себе раскрывать придется. В том числе и об отношениях с санкционными компаниями. Вот и думай теперь, иметь или не иметь отношения с компаниями из санкционных списков. Возле Пермского аэропорта появилась бесплатная парковка, а на платной открыли четвертый въезд. Хотя новый терминал аэропорта был открыт еще в прошлом году, работы по его благоустройству еще продолжаются. Недавно был подписан контракт на реконструкцию перрону и установки телетрапов. На эти работы будет направлено 100 миллионов рублей из федерального бюджета. По плану, основная реконструкция перрона должна пройти в 2019 году. Но так как без нового перрона нельзя устанавливать телетрапы, краевые власти решили поторопить подрядчика, чтобы телетрапы появились к концу 2018-го, началу 2019-го года. Пока же пассажиров возят на автобусах. Специально для нового аэропорта были куплены два больших автобуса и заказаны два микроавтобуса для VIP-пассажиров. Вся техника автобуса приобретены, телетрапы самоходные приобретены. Мы планируем, что как только будет построен перрон, то нам, в принципе, для широкофюзеляжных самолетов это не потребуется. Все самолеты будут обслуживаться по возможности через телетрапы. В принципе, на данный момент программа, обозначенная по приобретению техники, она реализована. Осталось перебрести два автобуса малой вместимости. Сейчас конкурсные процедуры проводятся. Много нареканий у пермяков вызвало работу парковки. В частности, из-за пробок на выезде и въезде не все успевали уложиться в 15 минут бесплатного времени. А за превышение срока пребывания на парковке приходилось платить 200 рублей. Теперь на парковке открыт четвертый въезд. Также на въезде в старый терминал открыли бесплатную парковку, на которой встречающие могут дождаться прилета самолета, чтобы подъезжать ко входу в новый терминал уже после того, как пассажиры получат вещи и выйдут на улицу. Огромная надпись «Пермс», за которую проголосовало большинство жителей Пермского края на здании нового аэропорта, может появиться уже в середине июня. Вывеска на здании терминала появится до 30 июня. Мы буквально на прошлой неделе получили подтвержденный макет слушаний. Сейчас вывеска уже заказана. Постараемся сделать это даже к середине июня. Напомним, новый Пермский аэропорт был сдан 30 ноября и уже успел произвести больше двух тысяч вылетов, из них 112 на международные рейсы. За первые четыре месяца в 2018 году услугами нового аэропорта воспользовалось более 400 тысяч человек. Губернатор призвал правительство внимательно изучить майские указы президента. Максим Решетников прокомментировал новые экономические инициативы президента России Владимира Путина. Подписанные президентом указы ставят перед собой задачу роста численности населения, продолжительности жизни, повышения доходов и уровня жизни населения, а также обеспечение выше мировых темпов роста экономического развития, вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира. Утверждены конкретные целевые показатели по здравоохранению, по демографии, в сфере развития жилищного сектора, городской среды, в сфере образования, в сфере производительности труда, показатели по малому бизнесу, экологии, по цифровой экономике и по транспортной инфраструктуре. Многие из этих задач в повестке края, мы очень плотно по этим вопросам работаем. Теперь все ожидают, что по перечисленным президентам направлениям будут выделяться дополнительные средства, и краевое правительство должно быть готово к реализации новых федеральных инициатив. Мы должны быть готовы реализовывать эти инициативы. Поэтому рассчитываю, что каждый из вас настроится на реализацию этих задач уже сейчас, не дожидаясь распоряжений, постановлений. Внимательно изучите указы. Не то, что изучите, там надо по вашим сферам, но самым серьезнейшим образом к этому прошу отнестись. По оценкам аналитиков, для реализации указов президента понадобится по разным данным от 8 до 25 триллионов рублей. Для реализации указа деньги, естественно, должны быть найдены. Пояснил премьер-министр России Дмитрий Медведев федеральным СМИ. Когда крупным российским компаниям тяжело, тяжело всем. Именно поэтому государство принимает различные меры для помощи компаниям, попавшим под санкции. Госдума Российской Федерации рекомендует правительству при рассмотрении бюджета на 2019-2021 годы предусмотреть выделение средств на поддержку компаний, пострадавших от санкций США и других стран. Мы рекомендуем правительству Российской Федерации в постановлении Госдумы при подготовке бюджета на следующее трехлетие предусмотреть меры поддержки организаций, которые пострадали от санкций, цитируют слова первого вице-спикера Александра Жукова «Портал Интерфакс». По его словам, суммы необходимых средств компании и отрасли, нуждающиеся в помощи, должно будет определить правительство. Напомним, что в апреле глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что компании, попавшие под санкции США, запросили ликвидность на сумму около 100 миллиардов рублей. В ответ на этот запрос есть предложение оказывать авансовое финансирование, а также осуществлять закупку машин и оборудования для коммунального хозяйства. Антон Силуанов еще тогда подчеркнул, мы не собираемся давать денег в капитал. В первую очередь, эта помощь должна быть направлена на поддержку трудовых коллективов, которые там работают, потому что вопросы занятости, зарплаты, безусловно, беспокоят правительство. Это была программа НЭП и ее ведущий Игорь Ганин. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok